Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. В этот день вновь в Доме Божьем в предложении праздника входа Господа нашего в Иерусалим. Хотелось предложить одно место. Всем известно, я ничего нового не скажу, все мы это слышали. Мы прочитаем из Луки, 19 глава, 2 стиха, 37 и 38 стихи. Евангелие Луки, 19 глава, 37 и 38 стихи. И когда он приблизился к спуску горы Илеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все дюдеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Как мы знаем, что народ радовался, видя, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, постелали Ему кто свои одежды, кто срезал пальмовые ветви, встречали Его как Царя. Я не знаю, когда в Иерусалим приходил какой-то другой царь, встречали ли Его так, тоже народ, с такой же радостью, с таким же ликованием, постелали свои одежды, ветви пальмовые. Мы не знаем об этом. Об этом Священное Писание нам не говорит. Но говорится, когда Христос входил, они это делали. Их радость была великая. Они очень радовались. О чем же радовался народ? Чему же они радовались? Ну, мы знаем тому, что они хотели, чтобы Христос, Он был их царем. Но это не был план Бога. Чтобы Христос был царем, таким, который народ Его хотел видеть. Народ радовался, что у них будет такой царь, потому что они уже, возможно, предвкушали это, и, может быть, они видели, какой он будет царь. И что же, почему, какой повод был их не такой радости? Мы видим, что они видели силу исцеления Христа. Когда Он был на земле, когда Он был с народом, с учениками, и народ окружающий видел Его. И они видели, сколько чудес сделал Христос. Когда Он дал прозрение слепому Вартимею, когда Он исцелил прокаженных, когда Христос воскресил дочи Аира, когда Христос в храме увидел эту сгорбленную женщину, и она выровнялась, когда человек, который имел иссохшую руку, он смог протянуть эту руку. Народ также видел, когда Христос пришел в Ефезду. И тот человек, который лежал на постели 38 лет, этот человек встал и ходил. Храмой, который сидел у храма, он стал ходить. Слепые стали видеть, глухие стали слышать, немые стали говорить. Мертвые воскрешали, Лазарь воскрес. Возможно, эти люди тоже были среди этого народа, и они радовались, они ликовали. Вот какой у нас будет царь. Тот царь, который будет нас лечить. Если мы придем с какими-то болезнями, он нас будет исцелять, он нам будет помогать. И они хотели такого царя, и они радовались такому царю. Никакой другой царь не мог этого делать. Они также радовались и видели чудеса, которые Христос сделал, когда Он кормил их. Когда народ собрался, тысячи людей, и Он их мог накормить. Знаете, сталкиваясь в жизни, когда мы проводим наш христианский лагерь для наших детей, и нам предстоит накормить, ну не то, что я просто участвую, помогаю там на кухне, и нам предстоит накормить даже меньше, чем 100 человек. И знаете, сколько это суеты, сколько труда, сколько надо вложить туда силы и времени приобрести эти продукты, средства. А когда проходят наши молодежные конференции здесь в церкви, сколько труда. А когда конгресс, когда мы несколько лет назад, который был конгресс, группа с нашей церкви, тоже могли принимать участие, мы тоже там были, видели, сколько это труда происходит, сколько покупают продуктов. А Христос более чем 5000 накормил всего лишь пятью хлебами и двумя рыбами. И народ ему радовался. Вот это у нас царь будет. Он нас будет кормить в любое время. Нам не надо будет работать, нам не надо будет искать себе пропитание. Мы придем, и он нас накормит. Они этого хотели. Они хотели себе такого царя. они видели в Господе мудрость, в своем будущем царе, какой он был мудрый. Когда собиралось много народу, он их научал, он их учил много чему. Никогда такого царя не было, который мог нас научить, который мог нас собрать все вместе, когда он мог обнять наших детей, посадить себе на колени, благословить их. Другой царь так не делал. И мы имеем все необходимое. Другие цари, наоборот, на нас накладывали налоги. А этот царь, он кормит нас. Он дает нам все необходимое. Вот такому царю радовался народ. И они хотели такого царя. Но мы знаем, что цель Господа была не такова. Он не для того пришел. Он был царь. Действительно, он был царь. Мы об этом утром слышали. Но не такой царь, которым хотел народ его для себя сделать. А в дальнейшем, через несколько дней, эта же толпа, этот же народ кричал, распни его. У нас тоже есть радость. Радость того, что Христос, придя на эту землю, как хотелось бы, чтобы он был нашим царем. Не таким царем, как народ его хотел. У нас есть радость. И мы можем возблагодарить Господа за то, что мы с любыми нашими недугами, с нашими болезнями, мы можем приходить к Нему. Он наш врач и целитель. Я думаю, многие из нас могут засвидетельствовать, когда у нас действительно мы нуждались в помощи от Господа. И Господь помогал нам. И Господь влечивал нас. Как Ему угодно. Когда у нас есть нужды какие-то. Знаете, мы когда склоняемся с детьми на молитве, как-то уже, может быть, у нас вошло в привычку. Но я скажу, это хорошая привычка, когда дети тоже, они благодарят Господа за пищу, за все необходимое, что Господь нам посылает, за кровь над головой, за то, что у папы с мамой есть работа, за то, что у нас есть что обладать, что одевать. Народ этому радовался. И нам это Господь дает. У нас есть дом, в котором мы живем, у нас есть одежда, которую можем одевать. За это благодарность Господу. Приходя в дом молитвы, Он нас учит. Когда мы дома открываем Священное Писание, мы читаем, через это Господь нас тоже чему-то научает. Но так же Он нам дает и жизнь вечную. Это неизреченный дар. Дает нам прощение грехов наших. Знаете, народ себе хотел царя в угоду себе, чтобы им было хорошо. Как бы хотелось, чтобы тот царь, царь с большой буквы, небесный царь, Он был нашим царем. Чтобы Он жил в нашем сердце, жил в нашей жизни. Чтобы мы радовались не то, как радовался народ, а чтобы действительно у нас искренняя радость была. что тот Христос, Который пришел на эту землю, к которому народ кричал Асана, Он был царем нашей жизни. Он был главным нашей жизни. Да будет имя Его прославлено. Наших молитвах мы можем возблагодарить Господа за то, что Он действительно наш Спаситель, наш Искупитель. За то, что на эту землю пришел не для того, чтобы занять престол, царский престол, на котором был Ирод и другие цари. Но нет. Он пришел для того, чтобы занять престол в твоей жизни и моей жизни. Быть царем. И Он пришел отдать свою жизнь, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную, жизнь с Ним и прощение наших грехов. Аминь. Прославим Его Господа молитвах. Продолжение следует... Продолжение следует...